Приветствую вас, давайте разберем ваш вопрос. Встречаюсь с молодым человеком, встречаюсь с молодым человеком две недели, общались дольше. Еще до Нового года, но увиделись две с половиной недели назад. Но говорилось, что жить вместе будем после последнего сообщения вчера вечером. Сегодня день рождения у моего сына и тишина. Ни слова в WhatsApp. В одиннадцать вечера написал, куда бромал, он не прочитал сообщения и заходит в WhatsApp. Пока был сегодня, ни звоню, ни пишу, обидно, очень понять ничего не могу. Я прекрасно понимаю, это не его ребенок, не о кучере он говорил о про день рождения, ни слова поздравления, ничего. Что-то не понравилось ему и он слился. Смотрите, ну, здесь в первую очередь нужно выделить то, что вам обидно. То, что вы чувствуете обид. И обид говорит о том, что в этих отношениях вы как-то вот соприкасаетесь с собой, да, вот соприкасаетесь с мужчиной какой-то вот своей такой частью, да. Которые являются, ну, болезненными для вас. И, собственно, это является, вероятно, основным моментом, вот, который вас, ну, скажем так, беспокоит. То есть тут нужно именно посмотреть, чем вы соприкасаетесь, как получается, что вам обидно, да. Не в том смысле, что обидно быть не должно. Вы можете чувствовать обиду, вы можете чувствовать какое-то разочарование. Вот, это нормально. Я думаю, что важно раскрыть эту историю. Раскрыть эту историю вот именно, когда обидно формируется. Потому что у меня есть вот такое ощущение, да, что здесь замешаны ваши, ну, ваши какие-то вот проблемы, да. Здесь замешаны ваши чувства, может быть, здесь замешаны некоторые ваши уязвимые, такие, болезненные места. Да, вот, и пока мы не разберемся с этим, пока мы не разберемся с тем, что это из себя представляет, да, я думаю, что вам будет довольно сложно и тяжело. Человек, ну, человек, да, человек может, может вас как-то, скажем так, задеть, да, вот, своей, ну, своей какой-то реакцией, вот, своим, своим, ну, поведением. И вам будет неприятно, и вам будет тяжело, и вы будете усложнять таким образом свои отношения с мужчиной, вот, или мужчиной. Говорить о том, значит, слился ли мужчина на самом деле или нет, на мой взгляд, конечно, нельзя. Потому что, ну, тут всегда есть какие-то обстоятельства, да, всегда есть какие-то детали, всегда есть какие-то нюансы, вот, и вы не знаете до конца, вот, как у человека все складывалось, вот, другое дело, что вы чего-то, чего-то ожидали на самом деле. И вот ваши ожидания, на мой взгляд, представляют определенный интерес, вот, то есть представляют, представляют интерес ваши ожидания и их, как бы, значения для вас, вот, понимаете, да? Общим фоном, общим фоном, я бы сказал, что чувствуется, вот, как некая, ну, какая-то ваша неуверенность в себе и готовность признать, что человек от вас ушел, ноу, готовность признать, что вы человеку не нужны и так далее. То есть, как будто бы речь идет конкретно про обесценивание, то есть, как будто бы речь идет о том, что вы себя, вот, ну, довольно легко готовы обесценить, как будто бы, вот. И если это так, то, вот, легко можно в таком случае, ну, понять и увидеть, да, природу вашей обиды, вот. Поэтому, я думаю, что вам обратить внимание стоит на то, как, в целом, вы выстраиваете отношения с мужчинами, с мужчинами, вот, на каких основаниях, какой фундамент, вот, отношений у вас с мужчинами, да? То есть, ну, просто, вот, что это за фундамент. И также стоит, на мой взгляд, увидеть ваше отношение к себе, какое оно, да? То есть, в целом, как вы к себе относитесь, именно к себе, как вы себя видите, вот. Потому что, если вы действительно себя обесцениваете, вот, то это нуждается в корректировке. Дабы таких ситуаций не было. Я думаю, что в какой-то степени вы, на мой взгляд, боитесь сближаться. Я думаю, что в какой-то степени вам, ну, может быть, страшно идти на сближение с мужчиной. Ну, вот, я думаю, что делаете вы, вот, неуверенно и переживаете ощущения, вот, своего внутреннего, скажем так, ну, конфликта какого-то, да? Вот, то есть, это все, ну, проявляется в том, что вы неустойчивы, вот, сами по себе, да? Неустойчивы как бы стоите на ногах, вот, пытаетесь опереться, как будто бы на мужчину, да, на его какое-то отношение к вам, вот. Вот, а отношение к вам может быть разным, отношение к вам может быть неоднозначным, и в любом случае, вот, приходится сталкиваться с тем, что опираться нужно на себя, вот. Вот, именно, именно, именно на себя опираться, а тут у вас как раз и возникает, как мне кажется, проблема, вот. Даже, даже, даже сейчас, вот, то, что вы пытаетесь сделать, это вы пытаетесь понять человека, вот, вы пытаетесь понять какую-то его логику, вы пытаетесь понять какие-то его действия, поступки, вы пытаетесь, эээ, для себя получить какую-то определенность, вот, ну, я бы сказал, что это, ээээ, в некотором смысле, путь в никуда, так? Вот, эээ, значит, как, эээ, чего стоит начать, да, то есть, начать стоит, эээ, проживание обиды, во-первых, которое у вас есть, это первое. Эээ, потому что обиды, эээ, будут вас отравлять, если, ээээ, их не прожить. Ээээ, с, формирование вашей потребности в контексте этого дня рождения и, и, ограничение этого, этого самого дня рождения и, ээээ, ну, как бы, ребёнка, эээ, ребёнка, да, вот, ээээ, от того, что хочется, хочется вам, эээээм, самой, и что вы пытаетесь реализовать в этом, вот, в дне рождения, ээээ, своего ребёнка. Ээээ, как-то так, как-то так, поэтому выбирайте, эээ, психолога, ну, вот, и начинайте индивидуальную работу. Я думаю, что всё решаемо и всё корректируется. Буду благодарен за обратную связь по моему ответу. Это позволит вам начать над собой работу. Удачи! Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...